Итак, начинается программа «Личное утро». Сегодня её ведут Андрей Лешкевич. И Наталья Михайлова, здравствуйте. Здравствуйте ещё раз всем, уважаемые радиослушатели. С нами также звукорежиссёр Евгений Копеин. И в программе «Личное утро» сегодня Евгений Свешников, латвийский шахматист, гроссмейстер. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Совсем недавно мы слышали о вас, что вы сыграли с Анатолием Карповым. Первый матч сыграли, как выяснилось. И даже какое-то одно время выигрывали, по-моему, да, после двух... Да, был, такой грех был. То есть, ну а почему не удалось выиграть в результате всё-таки? Ну, вы знаете, я играл, может быть, с одним из самых сильных шахматистов в матчах. Он сыграл гораздо больше всех известных шахматистов в матчах, в том числе и Каспарова там. То есть, он очень большой опыт, имеете большую силу. Но вы же вот после двух первых партий вы выигрывали, пошли впереди, да? Мы уже думали, ну вот, вот, вот уже. Нет, нет, ну удачно получалось, да, всё, играл хорошо, а потом вдруг просрочил время в ничейном положении, и небольшой срыв, и вот достаточно. Он сразу вот это тонко чувствует. А было какое-то противостояние? Ну, то есть, известно, что это такой матч носил более дружественный характер. Было какая-то всё-таки вот такой накал? Хотелось победить? Да, мы, конечно, не дрались. Но желание победить было, было. Тем более, в общем, были моменты такие благоприятные, что можно было. Но вы себя вот казнили за то, что вы вот это время упустили? Как-то было такое, ну, сожаление? Вы знаете, конечно, счётом я недоволен. Всё-таки матч проиграл. Ну, и четвёртый партий недоволен. Но задача этого матча была совсем другая. Поэтому уж так себя казнить, если бы это был отбор к чемпионату мира, тогда там другая ситуация, там другой настрой, другие задачи. А здесь главное было поднять статус шахмат в Латвии, потому что всё-таки про шахматы мало вспоминают, забыли. Ну, вот сейчас, получается, начали вспоминать, потому что это же был матч, приурочен к открытию резиденции Таля. Вот это и хорошо, что начинают вспоминать. Но резиденция Таля, это, так сказать, к слову, к моменту пришлось. Потому что, в принципе-то, это не шахматный дом. Это просто внизу будет какая-то комната, может быть, музей сделают, может быть, фотографии повесят. Но я не уверен, что там будут собираться шахматисты. Там на втором этаже, по-моему, висели фотографии. Да, но я не уверен, что там будут собираться шахматисты. Вот когда на закрытии матча говорили, а неплохо бы такие соревнования сделать традиционными, ну, я так понимаю, главный человек этого проекта, вот этого дома, он не ответил, утвердительно, надо посоветоваться будет с собственниками жилья. А вместе с тем, как министром экономики стала довольно известная шахматистка, данная резиденция отзывала, не изменилась ситуация, она никак не лоббирует какие-то интересы шахматистам? Ну, конечно, приятно, что приятная женщина, и тем более гроссмейстер стала министром экономики. Но пока шахматисты этого, кроме гордости за неё, не ощутили каких-то изменений. То есть она не занимается шахматами принципиально? Нет, она играет в шахматы, она любит шахматы, безусловно. Да, играет, понятно, я имею в виду то, что Андрей сказал. Но сами шахматисты пока, от того, что у нас есть министр экономики, шахматист, пока ещё не получили никаких дивидендов. Ну, надеюсь, может быть. Может, у неё не хватает времени пока что. Да, у нас в гостях, напомню, латвийский гроссмейстер Евгений Свешников. Звоните, если есть у вас вопросы. Телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Да, ещё одно актуальное событие с вами хотелось обсудить. Сегодня я ознакомился с новостями спорта, и, как выяснилось, шахматы были включены в программу Олимпиады. Это когда? Это вот буквально сегодня или вчера. Вот я не могу сказать, что это вчера вечера. Это новость для меня неожиданная. Ну, приятная? Ну, вы знаете, за это Фиде боролась очень долго. И в какую же, в зимнюю или в летнюю? Я полагаю, что в летнюю. Хотя в шахматы можно играть и зимой, и летом. Я знаю, что в зимнюю легче, чем в летнюю. Но очень интересно. А мы сейчас в перерыве, когда у нас будут новости, мы уточним. В зимнюю или в летнюю. Вы знаете, статус шахмат повысится. В этом случае хотя бы в министерстве спорта будут относиться немножко по-другому. Хорошо, тогда вопрос, кто от Латвии может представлять команду Латвии в шахматах? Ну, на сегодня, конечно, Широв. Алексей, это я имею в виду мужскую. Коваленко. Мезис, Нейкшенс. А вы сами? Ну, это вопрос непростой. Почему? Ну, уже играю похуже. Ну, вот последние 10 лет я входил в состав сборной. Ну, вот не исключая последние 3-4. Почему играешь похуже? У спортсменов атлетического такого толку у них как-то физики уже не хватает. Они просто, ну... Нет, с физикой пока чуть-чуть все в порядке. А в шахматах почему? А голова работает не так быстро. И, то есть, понимание шахмата стало, может быть, больше. И как тренер я был бы очень неплох, так мне кажется. А вот в быстрые шахматы исполнить оригинальные идеи уже не так просто. Но вы не первый раз играли с Карповым. Вы же 4 раза до этого встречались с ним, да? Ну, я играл, да, нет. Ну, я играл... Партии? Да, турнирные партии были, да. Я играл, и все 4 сделал ничью. А вот здесь, вот видите, я черными два раза проиграл. Ну, не хватило времени, не хватило силенок, как говорится. Хотя позиции были ничейные. А вы сказали черными. Это вот как-то важно все-таки? Ну, конечно, это важно. Вы понимаете, когда играешь с черными, у соперника сразу, как это говорят, с раздачей преимущества. Надо его нейтрализовать. А в чем преимущество? А потому что он первый захватывает центр. Захват центр – это большое преимущество. То есть белые начинают и выигрывают, да, все время? Белые или красные. Они не все время, но соотношение на высшем уровне минимум 6 к 4. Но это же несправедливо получается тогда. А поэтому я считаю, что нужно играть по две партии, а не по одной. А как кто определяется? Ведь в теннис один подает, потом другой. А у нас вот так, я считаю, что это несправедливо, что играется одна партия. То есть один соперник имеет преимущество. Кем определяется, кто будет играть, белыми или черными? Ну, это жребий вообще-то. С этой точки зрения вроде уравниваются шансы, но на самом деле в матчах всегда цвет меняется. А вы везучий человек в жребии? Часто? Вы знаете, я не задумывался над этим. Это любопытный вопрос. Не задумывался. Я думаю, что нормальный. Кто вас вообще увлек шахматами? Со скольки лет вы играете сами? Ну, научился я в 5 лет. Меня научил отец. Отец тоже профессионально шахматами занимался? Нет, нет, он был преподавателем в школе, учителем физикой и физкультуры. Ничего себе и физикой и физкультуры. Общего, по-моему, только на «Ф». Ну, может быть, может быть. Нет, а главными моими соперниками были дед и дядя. Так что... Но вы быстро научились у них выигрывать? Да, да, быстро. Победила молодость в тот момент, да? Нет, просто так вот. Видимо, по жизни я ближе к игровому складу такому, к размышлениям. Ну, вот после того, как вот из семьи, так сказать, вот эти все, вы вышли, вы профессионально когда начали шахматами заниматься? Вы знаете, я не собирался становиться профессионалом, и только окончив вуз, я вообще по образованию инженер, как ни странно это слышать, и даже год работал, и уже готова была у меня, в принципе, диссертация. Вы политехнический заканчивали? Да, политехнический заканчивал, да. И так сложились... Представляете, что я прочитал, что вот чемпионат мира среди студентов, а я мог попасть в сборную Союза по силам, пройдет в Порто-Рико. Думаю, интересно, полететь через Париж или Нью-Йорк. И вот желания увидеть мир, а другой возможности, как играть в шахматы, не было. И вот это меня толкнуло развить... То есть, цель была другая. То есть, получается, что не столько любовь к шахматам, сколько любовь к путешествиям, да? Пожалуй, пожалуй, так. Потому что я с удовольствием, конечно, любил шахматы, безусловно, но я не собирался становиться профессионалом. Но и этого было мало. Нужно было еще одно обстоятельство. Меня неожиданно по приказу министра обороны призвали в армию на два года. Но я же там не могу сопротивляться. А почему неожиданного? Что тут неожиданного? Раньше же всех призывали. Ну, не всех. После института не всех. А, после института, да. Да, я же в институте кафедру военную имел, поэтому у меня... А почему так получилось тогда? Ну, просто так вот жребе указал. Ну, там же не каждого призывали. И играя в чемпионате Советского Союза в высшей легии в 73-м году в Москве, я сразу сыграл не так плохо. И вроде меня даже на стипендию поставили. То есть я был бы шахматным профессионалом. Ну, в какой-то степени. И вдруг меня призывают в армию. И тогда пришлось служить. Потому что зарплата офицера была больше. Если бы я был хотя бы солдатом. А, вы офицером служили. Да. Ну, правильно, вы же с высшим образованием. Да, ну, это, конечно, повлияло. Там либо служи, либо шахматы. А у вас были шахматы там в армии? Да. Я старался как можно чаще уезжать, чтобы играть в шахматы. Ну, не удалось там создать какую-нибудь там... Армейский клуб? Ну, шахматную там. Там не надо было ничего создавать. Там все было создано. Как в фильме «Поющая эскадрилья» у вас была бы шахматная. Там все было создано до меня задолго. Так что никаких проблем в этом не было. То есть шахматные были популярны, действительно, в Советском Союзе. Да, очень многие играли. Ну, вы вот в армию попали уже в каком статусе шахматном? У вас уже были какие-то разряды? Мастером. И вот, будучи в армии, я стал международным мастером. И сразу после... Все-таки вы видите, вы же говорите, или служи, или в шахматы. А вот в международном. Мне надо было выбрать. Мне надо было выбрать. То есть вы шахматы выбрали? Конечно, в шахматы. Вот выбор у меня был простой. И когда после двух лет мне предложили остаться в армии, там, хорошие должности и звания, я замахал руками. Нет, нет, это не мое. Я все-таки человек творческий. Отдавать честь незнакомым людям, ну, как-то вот... Ну, не мое это. А вы считаете шахматы творческим, видом? Безусловно. Безусловно. А в чем творчество? Да во всем. Во всем. Я даже не знаю, что вам сказать. Потому что куда ни копьи, везде творчество. Ну, а говорят, что физическая выносливость тоже нужна. Безусловно. Потому что я сам... Шахарфов сказал, кстати. Ну, да. В нашем интернете. Ну, вы знаете, физическая выносливость, когда силы равны, тогда физическая выносливость нужна. Ну, да. Но если вы посадите маленького мальчика, который в шахматах что-то понимает, и посадите мастера спорта под зюдо, я думаю, что шансов у зюдоиста будет меньше, если кто-то играет в шахматах. Ну, а если маленького мальчика, например, посадить, и вас, кто победит? Ну, наверное, я. Ну, хотя сейчас мальчики, мальчики уже неплохие растут. Уже в 13-14 лет становятся гроссмейстерами. Ну, а кто их растит? Вот говорили о том, что как-то подзапущена у нас эта история шахматы. А вы знаете, место поменялся. И шахматы с каждым годом, вот вы говорите, творчество или нет, да, с каждым годом больше становится информационной такой игрой. И использование вновь поступившей информации, использование компьютеров, оно, конечно, снижает момент творческий, но всё равно его хватает. Почему снижает? Вот про компьютеры, в частности. Ну, потому что вы многое просто учитесь, запоминаете. Вот скажем... От компьютера? Вот когда с компьютером играешь? И от компьютера тоже. И от компьютера, от книжек, но и от компьютера тоже. То есть запоминают какие-то комбинации, да, имеется в виду? Запоминают дебюты, запоминают Эншпиль. То есть вот сейчас дебют, и Эншпиль становится уже точной математической задачей. Ну, как вот вы считаете, освоить теорему Пифагора звучит, это творчество или нет? Нет. Скорее всего, нет. А придумать эту теорему, это было огромным трудом и очень большим творчеством. Ну да. Мы когда с вами коротко побеседовали при открытии Дома Таля, вы даже сравнили шахматистов с терминаторами, которые борются против машин. Хорошее сравнение. Мне оно нравится. Кстати, вот люди ещё не поняли, что можно использовать опыт шахматистов вот в этом направлении. А что вы имели в виду терминатор? Почему? Разрушители? Ну, ведь проблемы с компьютерами у человечества ещё предстоят, и очень немалые. Вот шахматисты, вот это и есть передовой отряд человек, которые с этими проблемами первыми столкнулись. И нам первые, вот компьютеры нам меняют правила игры, меняют отношение к этой вообще технике. Мы с ними бороться стали. Это очень интересная тема. Тема очень интересная. Мы её разовьём после перерыва на новости. Сейчас пару минут на новости рекламы, и вернёмся у нас в гостях. Латвийский шахматист, гроссмейстер Евгений Свешников. Не переключайтесь. В личном утре сегодня у нас латвийский и российский шахматист, гроссмейстер Евгений Свешников. Подключайтесь к нам, уважаемые радиослушатели. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, вы можете нам звонить 672-12-939, 672-13-939. Или писать на портале MixNewsLV. Есть видеочат, там можете задавать свои вопросы. Мы, кстати, уточнили насчёт Олимпиады. Да, в перерыве мы выяснили, в какой Олимпиаде появятся шахматы теперь. И как выяснилось, не знаю, как вас, а меня это удивило в зимней Олимпиаде, в 2018 году в Южной Корее. Что тебя удивило, в принципе, в помещении же играют люди, не в сугробе где-нибудь. Ну, я не представляю, что там не будет холодно. Ну вот, в помещении. Это, наверное, будет единственный вид спорта на зимней Олимпиаде, где люди смогут сидеть в майках. Ну вот, в 2018 году вы уже сказали о том, кем могла быть представлена Латвия мужская сборная. А вот что касается женской сборной. А женская сборная, я считаю, имеет шансы даже выше, чем мужская. Вот, кстати, женскую сборную, скорее всего, будет возглавлять данная резница. А знаете, красиво. Министр экономики возглавляет Олимпиадскую сборную. Ну, ещё неизвестно к тому времени, будет ли она министром экономики в 2018 году. То есть вы хотите сказать, что её премьер-министром будет? А чего? Это нормальный вариант. Она талантливая шахматистка. Возможно, она сейчас какую-то многоходовку там... Вы знаете, мне кажется, она хороший дипломат. Вот сколько я её знаю, то есть с малых лет. Я не помню, чтобы она с кем-то испортила отношения. Думаю, что для Латвии это очень важно сейчас, такие качества. Может быть, даже больше, чем профессиональные. Надо быть дипломатом. У нас есть звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Хотелось бы задать вашему гостю такой простой, в принципе, вопрос. Но вот хотелось бы, чтобы, может быть, он более так поглубже его воспринял. Вот почему всё-таки мужчины и женщины играют как бы отдельно? Почему нельзя сравнить в шахматах мужчину и женщину? Говорит ли это о том, что шахматы – это некий такой показатель уровня мозга, что ли? Или всё-таки это вопросы подготовлены? Спасибо. Я, кстати, тоже хотел этот вопрос задать, но попозже. Агент, Геннадий, для зрения. Спасибо. Вопрос очень хороший. И, честно говоря, есть о чём подумать. Потому что, действительно, вроде учатся вместе, задачи те же самые. Вот в искусстве нет же каких-то званий для женщин отдельно для мужчин. В науке нет отдельно званий для мужчин, только в спорте. Ну, может быть, для регламентирования какого-то просто тяжелее будут оценивать, если будут смешанные какие-то пары. Ну, вы знаете, раньше всё-таки шахматы были в большей степени спортом. И, видимо, эта составляющая, она и говорила о том, что… А что было больше спортивного такого? Ну, меньше изученное. А сейчас научный момент стал серьёзным. И женщины могут легко… А с какого момента были приняты такие правила, что женщины отдельно, мужчины отдельно? Ну, как только шахматы были признаны как спортом, когда начинали чемпионаты мира, ну, то есть в конце 19 века, я думаю, произошло какое-то разделение. Да женщины, в общем, мало играли. Сначала же ведь шахматы были такой королевской игрой, императорской. А в массы они пошли только в 20 веке. Ну, может быть, это было связано с отношением к женщинам каким-то? Ну, если, скажем так, в своё время женщины избирательного права не имели, там ещё чего-то… Ну, может быть, в какой-то степени. Я думаю, что здесь больше бытовые моменты. Ну, что такое стать профессиональным шахматистом? Что? Это надо всю жизнь этому посвятить. А у женщины обычно семья, дети, и мало кто на это мог рискнуть. Ну, допустим, да, пусть мало, но тем не менее же есть женщины, которые посвящают всю жизнь этому. Ну, их были единицы. Да, и зачем их отделять в этом случае? Вот вопрос. Ну, вот так я даже не знаю, как вот так получилось. Они играли немножко хуже. А вот об уровне интеллекта можно говорить в этом случае? Или, как вот сказал наш слушатель, уровень мозга? Вы знаете, если говорить о творчестве, то там есть разница между женщиной и мужчиной. Вот, например, нет дебютов, которые создали женщины. Партии, которые они играют, нет таких комбинаций ярких, как Миша Таль проводил. Вот этого нет. Видимо, за это ответственна какая-то отдельная полушария мозга. Вот творческие моменты. Они хуже. Вот так получается. Вы не обижались? Я ни в коем случае. Я вообще с шахматами так и не смогла подружиться. Но с точки зрения изучения шахмат, у женщин мозг работает лучше. И поэтому сейчас женщины потихонечку догоняют мужчин. Вот. И, может быть, придет время, когда будут играть вместе. А я думаю, что это время придет и очень скоро. Надо на ближайшей Олимпиаде на зиму испробовать такой вариант. Ну что, вот мы, кстати, в перерыве выяснили, что вы еще и чемпион России среди ветеранов. Да, вот так случилось. Но расскажите эту историю, поскольку вы долгое время судились с Российской шахматной федерацией за право участвовать в ее соревнованиях официально. Вы знаете, в 2011 году, в 2010 я был чемпионом России среди ветеранов по быстрым шахматам. Поскольку я член Российской шахматной федерации, меня допускали. А тут вдруг правление шахматной федерации России приняло такой закон, что тех, кто состоит в рейтинг листе других федераций, не допускают в чемпионаты. И практически у меня отрезали 9 турниров таких интересных для меня. Ну, это было обидно. И я им указывал, что вы нарушаете устав шахматной федерации, главный закон, по которому шахматисты живут. Меня не слушали, потому что руководители в наблюдательном совете, они очень высоко стоят, а в шахматах мало чего понимают. Вот так. И я вынужден был подать в суд, чтобы... Да вы проиграли все суды, включая Страсбург, но, тем не менее, вы смогли добиться того, что вас... А вы знаете, ни один судья устав шахматной федерации просто не раскрыл. А зачем? А зачем? Вы правильно говорите. Они смотрят, кто подает иск и кто ответчик. И смотрят, ну что такое? Ага, ну вот, еще один хочет в России немножко отобрать. Ну, вот так вот получается. Хорошо, но как вам удалось все-таки вернуться, потому что... А просто есть еще шахматная общественность. А что это включает в себя, это понятие шахматной общественности? Ну, вы знаете, шахматный мир. Но все видят, что это абсолютно несправедливое решение. Когда я 10 раз указал, что посмотрите, почитайте устав, и вы поймете. Вы сначала измените устав, а потом меняйте положение турнира. Ну, то есть шахматный мир держится друг за другом. Это довольно такая структура. Ну, это такой достаточно замкнутый мир. Вы имеете в виду, это какие-то известные шахматисты с именами или кто? Шахматная общественность. Ну, в России это такой... Там есть шахматная федерация в каждой области. Это объединяет всех шахматистов. То есть были какие-то письма написаны в поддержку? Как это происходило, вас поддержала шахматная федерация? Вы знаете, не письма. Хотя меня поддерживала шахматная федерация Челябинской области. Но здесь просто... Вы же вариант челябинский, вариант сицилианской защиты разработали. Ну, об этом отдельно. Так вот, на заседании наблюдательного совета в прошлом году было принято решение, что отменить это безобразие, которое предыдущее руководство России. И вы теперь чемпион России среди ветеранов. Да, и вот теперь меня пустили, я чемпион России среди ветеранов. Все-таки не зря добивались. Не зря, конечно, не зря. У нас в гостях Евгений Свешников, российский и латвийский шахматист, гроссмейстер. Вот еще хотел... А, мы к Терминатору должны вернуться. Вернемся к Терминатору. Да, давайте вернемся. Очень интересно. Вы сказали... Про противостояние... Я могу наушники снять? Да, конечно. Про противостояние шахматистов, людей и шахматистов, машин, скажем так. Вот вы такое будущее рисуете не самое светлое. Кто-то посмотрел, Терминатор вообще, мне кажется, как-то напугал. Действительно нас ждет что-то такое, когда компьютер... Действительно, нас это всех коснется, безусловно. Вот я вам просто на примере шахмата говорю. Мы вынуждены бы поменять сразу, как только появились компьютеры, мы вынуждены бы поменять правила игры. В чем? А мы уже не могли откладывать партии. То есть режим игры в шахматы сменился. Раз. Потому что если мы отложим партию, то у одного хороший компьютер, у другого плохой. То есть уже какая-то нечестная игра получается. Дальше. Подготовка. Если раньше мы пользовались помощью тренеров, то сейчас помощью компьютера. Он как тренер выступает. Но это все равно, конечно, творчество. Работать с компьютером надо уметь. Но есть что-то, что никогда в компьютере не появится? Вот именно какой-то творческий элемент? Я вам сейчас скажу следующий момент. Следующий момент. Можно... Появилась возможность пользоваться подсказкой компьютера. Так называемое читерство. И с этим сейчас идет борьба. Надо устанавливать в залах для игры какие-то подавляющие... Сигналы. Знаете, был какой-то советский фильм, когда студент сдавал с наушниками. Помните, да? Вот. А в шахматах это элементарно. Телефоны, например. Сейчас за звонок по телефону ставится ноль. Ну, уже стали разумнее, конечно. Это все-таки помеха. Если человек хочет, чтобы ему подсказывали, то звонка не будет. Ну, было же даже ряд скандалов, когда человек в туалет, он так и называет туалетный скандал. Да, да. Ну, я думаю, что там никаких подсказок не было. Просто это такой пиар-ход. Никто на шахматы не обращал внимания, а вот туалетный скандал привлек к этому большое внимание. Ну, как говорится, от этого скандала плохо пахнет. Мне это очень не симпатично. Шахматы в итоге от этого скандала потеряли очень много. Если чуть-чуть в сторону от «Терминатора» все-таки отойти, вот как обстоят отношения между шахматистами за кулисами шахматных доски, если так можно сказать? Тоже известный случай, когда шахматистами между ними был действительно какой-то конфликт. Они как-то не общались, не знаю, прерывали партии, отказывались продолжать. Сначала я все-таки закончу с «Терминатором». Проблема в том, почему я считаю компьютер еще не сильнее человека. И человек может бороться на сегодняшний день. Но вот то, что играл Каспаров с компьютером в конце прошлого тысячелетия, то есть лет 15 назад, и он проиграл два матча подряд, и все это прекратилось. Он давал огромную фору. И вот мне кажется, что шахматной федерации, ФИДЕ, очень было бы неплохо разработать правила, равные компьютерным фирмам, которые платили большие деньги, Каспару, потом Крамнику, чтобы они сыграли. Они же рекламировали их продукцию, а правила были неравные. Ну, например, Каспаров, проиграв первый матч, он сказал, что компьютер можно обыграть только в дебюте. Я захлопал в ладоши. Правильно, он действительно проник в игру компьютера глубоко. Проиграв второй матч, он сказал, а почему мы играем так, что компьютер пользуется своей библиотекой, картотекой, а я не могу. Правильно. Равные условия получаются. Правильно. Надо выработать равные условия. Ну, например, когда остается семь фигур, компьютер не считает. Он просто выдает ответ, и все, что у него записано. А мы же не можем это делать. И поэтому нужно позиции, когда остается меньше семи фигур или семь фигур, надо присуждать. И, как сказал Каспаров, почему он пользуется своей библиотекой, картотекой, своими записями, а я нет. Надо уравнять и в этом вопросе. И вот тогда у человека будет не хуже шанс. Наверное, конечно, без этого не обойтись в нашем техническом прогрессе. Но все равно вот какой-то такой искусственности умеет. Получается, что это никому не нужно. Понимаете? Никому это не нужно, кто деньги дает. Понимаете? А фиды в этом вопросе, которая могла бы вступиться за человека, шахматиста, есть тоже. Это не очень важно. Вот так. То есть все в деньги упирается, получается. Ну, получается, да. Эти матчи были как рекламы, в которых человек давал большую фору компьютера. Еще хотелось бы поговорить, может быть, о шахматистах и политике. Вот шахматисты, они представляются такими отстраненными от жизни, от всего, существами, которые все в себе и так далее. Влияет ли на... Зависит ли шахматы от политиков, от политики? Ну, шахматы, конечно, зависят от политики. Каким образом? Как и любой, в общем, спот. Ну, каким образом? Я имею в виду лоббирования, о котором мы уже поговорили. А вот кто у власти, например, приходит? Ну, вот я вам как-то тут уже сказал, что как только левое правительство... В перерыве вы говорили, вы расскажите сейчас. Ну, вот как только левое правительство приходит к власти, шахматы расцветают. Это, например, какой страны, например? Ну, вот, например, Испания. Там часто меняется правительство, и можно легко проследить. Как только приходит правое, там в лучшем случае остаются элитные турниры. Вот группа людей играет. Каспаров, Карпов приехали, вокруг них небольшая группа людей. Финансирование от спонсоров. А почему так? Ну, я думаю, это даже не мое мнение, это мнение многих. Следующее. А зачем бизнесмену, фабриканту воспитывать человека, который будет думать? Вы думаете, это глубоко всё, да? Да, конечно. Это не глубоко, это лежит на поверхности. Пусть лучше он работает, исполняет свою работу. А так он задумается и поймал, что... В этой логике можно тогда и университеты посыковать? Конечно. Зачем образованные люди? Ну, обратите внимание, университеты в социалистическом, как говорится, государстве и в капиталистическом. Они же тоже по-разному направлению. У них кто там учится? За деньги. А кто раньше учился? Те, кто соображают лучше, учатся лучше. То есть и тут есть, конечно. Ну, я не думаю, что мы должны эту тему развивать. Развивать. Это есть. То есть политика, конечно, влияет. Конечно. Как вы относитесь... Вот была история с Каспаровым, который хотел латвийское гражданство. Какую вы позицию занимали? Вот, кстати, да, она очень хотела помочь Каспарову и всеми в Латвии этот вопрос поднимала. Тогда все очень спорили, внёс он вклад всё-таки в шахматную отрасль в Латвии или не внёс он? Конечно, по закону он не имел права получить гражданство. Это абсолютно ясно. Не из такого уж большого вклада он в шахматы. То есть особых заслуг, как скажем, не было. И тем не менее, вот я, например, считал, что хорошо бы ему дали гражданство Латвии. Почему? Ну, Латвии было выгодно привлечь такого интересного человека. Но он же в шахматы и не играет больше. Ну, вы знаете, он может и около шахмат сделать много хорошего и полезного. Например, развитие шахмат-школи. Его имя настолько высоко, что единственная проблема. Если бы он был гражданином Латвии, а в России какие-то законы нарушил, то посольству пришлось бы его защищать. Вот если бы он какое-то там обязательство взял на себя, не нарушать законы. Пожалуйста, критикуй руководство России сколько угодно. Но только законы не нарушай. Иначе тебя вызволять пришлось бы. Вот так вот. Но еще напоследок вы обещали рассказать про ваш челябинский вариант. Сказали отдельную историю. А, ну что же. Вы-то внесли вклад в теорию дебютов как раз-таки? Вы знаете, это сицилианская защита. Вариант с Е5 пятым ходом. Ну вот я, когда его начал играть, я был 16-летним мальчишкой. Ну, это уже на уровне Союза. Ну, и называть его именем 16-летнего мальчишки как-то было неудобно. И вот наш тренер сборной России... То есть, иначе это мог бы быть вариант Свешникова? А, он и называл. В 17 лет его начали называть вариантом Свешникова, потому что я уже играл в матчах международных. Помню будущего претендента на мировую корону Андрюша Адальяна из Венгрии обыграл. И поэтому его уже в Венгрии в 67-м году назвали вариантом Свешникова. Вот так это получалось. Спасибо вам за этот разговор. Кстати, можно было бы назвать рижским вариантом 4-й Е5, потому что я 4-й Е5 достаточно широко развивал, и можно было бы его назвать рижским. А почему не назвали? Не знаю. Это уже не моя задача. А как назвали? Это же не я называл. А как назвали? Ну, я вот предложил вариантом Лебурдане назвать. Это человек, который жил 200 лет назад. Он первый играл... Рижский был бы лучше. Ну, вот так вот, да. Спасибо вам большое за этот разговор. Евгений Свешников, латвийский российский шахматист, гроссмейстер был у нас в студии. Спасибо вам. Всего доброго. Хорошего дня всем, уважаемые радиослушатели. Спасибо за ваше внимание этим утром. Утро провели... Личное утро провели Андрей Лешкевич. Наталья Михайлова. И Евгений Копеин, наш звукорежиссер. Всего доброго. Не переключайтесь, пожалуйста. У нас впереди еще много программ и новостей.